Я люблю музыку всем белорусских Макса Коржа и многих таких компетентов. Мне нравится их музыка, потому что она такая душевная. И пока дети выбирают сердцем, взрослые подключают разум и продумывают, как привить молодому поколению хороший вкус и наладить культурное взаимопонимание. В Ярославской области вводится новый норматив – культурный. Это позитивно, это необходимо, это полезно, это важно и своевременно. Вот это самая главная оценка. Есть перспектива, что это действительно каждый ребенок сумеет выстроить свое культурное пространство. В какой области его выстраивать, Министерство культуры уже определило. Школьникам предложат познакомиться с миром прекрасного по семи направлениям. Среди них литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Мы постараемся, чтобы в этот месяц наши школьники, даже из дальних уголков нашей области, смогли встретиться с представителями культуры и искусства. Мы к ним приедем, они приедут в Ярославль, в Рыбинск, в Углич и свои знания пополнят. Точного списка спектаклей и музыкальных произведений пока нет. Говорят, что на данный момент проект пилотный, его будут опробовать и вносить коррективы. Однако точно известно, что каждый регион сможет включить свой местный компонент по всем направлениям искусства. Культурный норматив школьника создан при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации. Ярославская область в составе нескольких пилотных регионов запускает этот проект. И на первом этапе его рамками будет охвачено 20 образовательных учреждений области и порядка 6 тысяч школьников. Будут ли оценки еще не решили, но сейчас разрабатывается система наград как на региональном, так и на федеральном уровне. Возможно, что даже знания культ норматива будут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения. Мне в основном интересна искусство и художественная деятельность. И я бы очень хотела обсудить художественные музеи, например, Третьяковскую галерею или Лувр. У меня всегда была мечта съездить в Лувр. Лувр, конечно, не обещают, но посещение областных музеев, театров, концертов и других мероприятий внесено в список обязательных по одному из каждого направления. Наталья Антонова, Денис Ромашов. День события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...